Добрый день дорогие друзья, с вами снова Юрий Пузыревский и в этом коротком видео мы разберем NLP технику, которая называется естественная способность организма к самоисцелению. Да, речь пойдет о том, как с помощью настройки своей внутренней стратегии, своего внутреннего представления о каком-то заболевании, улучшить его протекание, либо исцелить полностью. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к самой технике, я хочу сказать несколько вещей. Первое это то, что я глубоко убежден, что с помощью ума, с помощью настройки своего сознания, внутренней стратегии, своего подсознания можно исцелять болезни. Это то, во что я действительно верю. И дальше в противовес тому, что я только что сказал, я хочу сказать, что не стоит надеяться только на психологию. Я очень много работаю с психосоматикой и у меня есть одна простая стратегия. Не вместо, а вместе. То есть мы обследуем свой организм, мы ходим к доктору, мы проверяем свой организм, сдаем анализы. Но параллельно для того, чтобы усилить эффект выздоровления, мы, конечно же, можем использовать внутренние стратегии, настраивать свою психологию, образ своего мышления на выздоровление. В детстве со мной был один интересный случай. Когда мне было лет 6 или 7, я еще ходил в старшие группы детского садика, у меня обнаружили грыжу, грыжу пупковую. То есть в пупке у меня была грыжа. И меня водили по разным врачам, хирургам, которые мне сували туда пальцы в пупок. И говорили, все хирурги один за другим говорили, что нужно оперировать. Нужно оперировать. А, конечно, для меня, как маленького человека в тот момент времени, это была, ну, как бы нехорошая новость, потому что я представлял, что такое операции. И я очень сильно этого не хотел. Я сопротивлялся как мог. И я не давал ложить себя на операцию, хотя многие врачи один за другим говорили, что нужно срочно оперировать. Мои родители водили меня по врачам. И, не знаю, на седьмой или на восьмой, может быть, даже на десятый раз, мы пришли к врачу, который меня обследовал, посмотрел и сказал, ничего страшного, чтобы это дело рассосалось, либо зажило, нужно просто больше физической активности, качать мышцы пресса, лазить по деревьям, заниматься на турниках. И тогда все будет хорошо, пройдет полгода-год, и все будет классно. И вот то, что он мне сказал, мне очень понравилось. Понятно, что меня не будут разрезать, меня не будут оперировать, но тут вопрос на самом деле веры. И я прислушался, очень прислушался к его словам, внимательно обратил внимание, что мне нужно заниматься физической активностью, чтобы живот мой напрягался, чтобы у меня развивались мышцы пресса. И вот через год, или может быть даже чуть больше, мы пришли опять на обследование, меня проверили, и оказалось, что все в порядке. И таких случаев в моей жизни было несколько. Я привел лишь только один случай из детства. Поэтому я убежден, что нужно, во-первых, искать, искать того врача, который вам действительно будет помогать, который заинтересован в вашем выздоровлении, а не тот, который просто ставит галочку. Вот почему я не люблю ходить в наши общественные поликлиники, потому что там врачи больше, на мой взгляд, заняты заполнением бумажек, чем лечением непосредственного пациента. Поэтому, друзья, а сейчас я хочу, чтобы мы перешли к непосредственной технике. И вот какое небольшое предисловие к этой технике. Смотрите, все определяется внутренней стратегией. Если вы получили какое-то небольшое повреждение организма, ну, например, царапина, ссадина, синяк, ушиб или простудились, насморк, то, скорее всего, вы к этому повреждению своего организма относитесь как к какому-то привычному проявлению. Это не очень приятно, но вы знаете, что оно само собой заживет. Это уже уровень убеждения. Мы как раз с этой стратегией и будем работать. То есть мы воспринимаем эту вещь, как будто она рассосется сама. И это нормально. Но когда мы получаем известие о том, что у нас что-то более серьезное или что-нибудь хроническое, или что-то, что угрожает непосредственно нашей жизни, то мы уже к этому относимся совершенно по-другому и воспринимаем это у себя внутри, в своей голове совершенно по-другому. Так вот, техника «Естественная способность организма к самоисцелению» она построена на том, чтобы нам взять одну стратегию, которая у нас запрограммирована внутри на самоисцеление, как раны, ссадины, царапины, насморк и так далее, и сравнить с той стратегией, которую мы у себя в голове прокручиваем, когда узнаем о какой-то более серьезной болезни. И вы сейчас прямо на технике поймете, что эти стратегии разные, и нам нужно наложить стратегию самоисцеления на стратегию болезни. И тогда ваша болезнь будет проходить намного легче и, скорее всего, вовсе исцелится. Кстати, друзья, напишите в комментариях, нужны ли вам видео со сложными стратегиями, потому что, несмотря на то, что для меня это все очень просто, потому что я постоянно работаю с людьми и применяю эти техники, мне многие советчики по продвижению говорят, не давай сложных техник, потому что они отторгают людей, им не нужны сложные стратегии, они не хотят, они приходят в YouTube поразвлекаться. Я почему-то убежден, что те люди, которые смотрят именно меня, заинтересованы и, более того, способны и могут разобраться в любой стратегии, которую я даю. На мой взгляд, я даю достаточно доступно. Итак, давайте переходить уже непосредственно к технике. Что нам нужно сделать? Первое. Это определить то, что вы хотите исцелить. Определите какую-то свою болезнь. Я буду в этом примере говорить о своей коленке. Вот у меня есть проблема с коленным суставом, которую я хочу настроить на самоисцеление. Я вам больше того скажу, что те люди, с которыми я работал этой техникой, они получают хорошие результаты. Вот есть четкое исцеление хронического танзелита. С помощью этой стратегии вот прям исцелился. Ну, там была психосоматика явная, да? То есть там лечили медикаментозно, но это не помогало. И человек пошел искать, нашел меня. И мы стали работать. И вот помогло. И уже больше трех лет ничего не проявляется. Ну, это была чистая психосоматика. Мы вот с этим поработали. Точно так же и вы. Очень. Я повторяюсь. Я за то, за рациональное использование. Не вместо, а вместе. Итак, друзья. Определите то, что вы хотите исцелить. Какую-то одну свою болячку, одну свою болезнь. Определились. Дальше. Вторым шагом. Пожалуйста, ответьте себе на вопрос. Как вы поймете, что вы от этого исцелились? Если говорить про пример с моим коленком, то я пойму это следующим образом. Что мне легко ходить, я могу бегать и чувствую себя, чувствую одинаковую легкость в обеих ногах. Одно из коленок у меня немножко болит иногда. Дальше. Третьим шагом. Выберите некую ситуацию. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Когда у вас исцеление происходит само собой. И на третьем шаге, пожалуйста, вы выберите то, что у вас реально легко проходит. Вот допустим, привожу пример. У меня легко заживляются ранки. Всякие царапины, порезы. Я их даже не обрабатываю ничем. Я знаю, что у меня вот эти вот раны и царапины, они прям легко заживают. И это нормально. У другого человека бывает такое, что даже маленькая царапинка может загноиться. Тогда ему для этой техники не стоит использовать царапину или ранку. Тогда, может быть, он знает, что если он простудится, насморк у него будет, и он его не лечит, он у него за пару дней проходит, ему лучше взять тогда вот этот случай. Поэтому возьмите что-то, что у вас проходит с вашим организмом само по себе. Либо царапины, либо ссадины, синяки, насморк. И что-нибудь из такого простого выберите. Прям очень важно. Очень важно, чтобы вы практически ничего для этого не делали, но знали, что это само собой пройдет. Несмотря на то, что я повторяюсь, это очень важно. Обычно я по многу раз повторяю те вещи, которые прям очень важны. Хорошо. Четвертым шагом нужно представить то, что вы выбрали за модель самоисцеления. Вам нужно представить как бы в ускоренной перемотке, но как будто это происходит сейчас. Сейчас я поясню, что это значит. Если я беру для выполнения этой техники, как у меня, к примеру, на руке есть небольшой порез, то я сейчас буду представлять, что есть небольшой порез и представлять, как он быстро заживает. Ну, понятно, что порез не заживает за 10 секунд, но я представлю, что с этим, к примеру, порез заживает неделю, но я эту неделю очень быстро промотаю. И вот здесь на что очень важно обратить внимание. Возьмите лист бумаги, разделите его на две половинки и слева, пускай у вас будет стратегия самоисцеления. Смотрите, я сейчас, когда, я прямо сейчас вместе с вами проделываю эту технику, потому что я ее раньше делал только на клиентах, на себе ее не делал, ну вот прямо сейчас вместе с вами делаю. Смотрите, когда вы анализируете то, как у вас происходит самоисцеление, ваш анализ, он сопровождается каким-то визуальным рядом, каким-то аудиальным рядом, кинестетическим, то есть ощущениями и каким-то внутренним диалогом. Вот когда я порезался и увидел, что у меня есть ранка, я прокручиваю вот этот вот процесс выздоровления, несмотря на то, что сейчас мои глаза смотрят вверх, потому что я представляю. И у меня на моем внутреннем экране, эта ранка, она представляется где-то здесь справа. Где-то здесь справа, там какой-то оранжевый фон, и я вижу небольшую ранку, прям маленькая. То есть я вижу что-то маленькое, маленькую ранку в правом нижнем углу экрана. Я здесь просто схематично зарисовываю, как я себе это представляю. То есть мы уже начинаем выявлять стратегию. Дальше я продолжаю ее представлять, и как будто она заживляется. И есть ли там какие-то звуки? В моем случае там звуков нет. Ставлю прочерк. А теперь по ощущениям. Я обращаю внимание, когда я смотрю на свой процесс самовосстановления. И там есть, в моей стратегии, в моей стратегии есть такое ощущение, как чешется. Чешется. Я прям так и запишу. Чешется. И для меня вот это ощущение, когда чешется, является сигналом того, что происходит самоисцеление. То есть ранка заживает, другими словами. И дальше я еще обращу внимание на дигитальный канал, внутренний диалог. Аудио-дигитальный канал. Ты делал ошибку, просто написал дигитальный. Аудио-дигитальный канал. Аудио-дигитальный канал – это то, что вы сами себе говорите. И вот смотрите, когда я представляю, что у меня есть эта ранка, и она заживает, я обычно тебе, сам себе говорю «Ай, фигня, само пройдет». Вот у меня такая фраза происходит в голове. Я прям ее дословно и запишу. «Ай, фигня, само пройдет». И вот получается, я как бы выявил стратегию. Я вижу маленькую ранку где-то вдали от себя. Когда мы визуальный канал рассматриваем, очень важно обратить, где оно на внутреннем экране находится. Близко, далеко. У меня как-то это далековато и в правом нижнем углу. Почему так это не столь важно? Аудиального канала у меня здесь нет, звуков там никаких нет. По кинестетике, по ощущениям оно чешется, когда заживает. И какие я сам себе говорю слова, когда обращаю внимание на эту ранку, а фигня само пройдет. И вот моя стратегия естественного самоисцеления. У вас, возможно, будет что-то другое. Возможно, у вас будут звуки, а возможно, где-то на внутреннем экране это будет в каких-то других местах. Это все индивидуально. Но тем не менее, по моему примеру, прям берите со мной вместе, ставьте на паузу, потом включайте и продолжайте делать дальше. Дальше мы рассмотрим стратегию вашей болезни. Когда вы представляете вашу болезнь, как это происходит. Давайте я вам сейчас, чтобы было наиболее понятно, на примере расскажу, как это происходит у меня. Когда я думаю о своей болезни, вот у меня болит коленный сустав, и я знаю, что там есть в нем проблемы. Когда я его представляю, я его представляю где-то здесь, большим и в таком полуразрезе. Сама картинка не так уж важна, но, тем не менее, я вижу разницу. То, что на моем внутреннем экране, она уже посередине и большая. И это существенное отличие. Дальше я обращаю внимание на звуки, когда я представляю свой коленный сустав. Звуков там тоже нет. Хотя нет, звук есть. Некий треск. Есть. И по ощущениям, когда я представляю, я чувствую такую ноющую боль. И когда я себе представляю свой коленный сустав, вижу, слышу легкий треск, ноющая боль. Что я себе в эти моменты говорю? Сейчас. Интересно. Я говорю себе, приходит старость. Вот смотрите. Я говорю, любопытно, что я на самом деле в 34 года на себе об этом говорю. Приходит старость. И вот эти стратегии, смотрите, стратегия это наше внутреннее представление. Если обратить внимание и внимательно сравнить то, что получилось, то когда я использую, когда я знаю, что что-то пройдет само, я представляю это в правом нижнем углу. Там нету звуков. Там есть ощущение, что чешется. И я говорю, а фигня само пройдет. Здесь прям сильное отличие в визуальном. Я это представляю близко и большим. Есть звук, хотя здесь его нету. Есть боль ноющая и совершенно другие слова я себе говорю. Приходит старость. Вот смотрите, как раз таки вот эти слова, это уровень наших убеждений. Вспоминаем модель нейрологических уровней. Убеждения. А дальше уровень стратегии, уровень способности. И что мне сейчас нужно сделать? Вот пятым шагом мы просто сравниваем, в чем отличие в моем внутреннем представлении, как я представляю себе разные болезни. И именно здесь важны качества. Не сама картинка, потому что в одном случае я представляю ранку, во втором случае коленный сустав. А те качества, которыми эта картинка наполнена. Дальше. Нам нужно превратить, нам нужно превратить нечто неизлечимое, в данном случае это моя коленка, в самоисцеляющееся по качествам. То есть, что это значит? Каким образом это делается? Я представлял свой коленный сустав где-то здесь. У него был звук. Представляется какая-то нующая боль. И говорю себе слова. Приходит старость. Моя задача сейчас, когда я думаю о своей болезни, о своей коленке, представлять. Все тот же. Беру вот эту стратегию. Представляю где-то здесь, в правом нижнем углу своего внутреннего экрана, этот коленный сустав, маленьким. Потому что ранку я представлял маленькой. Убираю оттуда звук. Убираю оттуда весь этот треск. У себя в голове я убираю треск. Добавляю туда ощущение, как чешется. И добавляю на уровне внутреннего диалога, а фигня сама пройдет. И вот вы не поверите, я вообще почему решил записать это видео. Потому что у меня действительно сильно болела коленка. И я многим людям помогал работать, ну знаете, как сапожник без сапог. И я думаю, а почему я не могу сам для себя применить те же техники, которые мне помогают. И когда я переношу вот эти стратегии, переносил вот эту стратегию, я прям начинаю чувствовать облегчение. Вот вы попробуйте на себе. Прям ставьте это видео пошагово, методично. Ставьте видео на паузу. Проделывайте то по аналогии, как делаю я. И у вас обязательно тоже получится. Вы начнете чувствовать облегчение. Дальше, друзья. Седьмым шагом. Проверьте то, что вы закодировали болезнь на самоисцеление. Что это значит? Вот когда мы на шестом шаге перенесли качество в нужную нам, скажем так, стратегию, нам нужно потренироваться. Нам нужно потренироваться, когда мы думаем о своей болезни, а так или иначе мы о ней периодически думаем, чтобы мы думали о ней не в той стратегии, которая нам привычна. В моем случае я представлял здесь, со звуком и с определенными словами. А нужно представлять мне, в моем случае, здесь, без звука, со словами «Ай, фигня, само пройдет» и с ощущением почесывания. И для меня, и здесь нужно потренироваться, именно представлять в тех категориях, в которых у вас закодирована модель самоисцеления. Тогда будет эффект. И вот как часто вы вспоминаете, так часто вам нужно и перекодировать, так часто вам нужно и представлять в нужной стратегии. То есть вам нужно вот это представлять в качествах вот этого. И все у вас будет получаться. Но здесь прям нужно прилагать сознательные усилия к этому. Дальше. На восьмом шаге очень здорово, если вы проверите себя на сопротивление. Что это значит? Вы зададите себе вопрос. Есть ли какие-то внутри части меня, части моей личности, которые против моего выздоровления? И здесь нужно так немножко погрузиться в себя и задать себе вопрос. Знаете, такой вопрос вглубь себя. Есть ли что-то, почему я не хочу выздоравливать? И если ответ нет, то переходим дальше. Если ответ да, то поговорите с собой, почему вам не хочется выздоравливать. Вот здесь нужно небольшой такой самоанализ провести, потому что иногда бывает нам болеть выгодно. Ну, например, мы устали, нам надоела наша работа или еще что-то. Или муж надоел, или жена надоела, или дети, вы просто устали, утомились. Разные могут быть причины. Я вам сейчас не буду накидывать, чтобы не набрасывать вам каких-то ограничивающих вещей. Будет очень хорошо, если вы действительно хотите исцелиться и понимаете, что как только болезнь пройдет, у вас откроются новые возможности. Но подумайте об этом. И девятый шаг. Обратитесь к своей внутренней мудрости. То есть опять можете сесть, расслабиться и задать вопрос вглубь себя. Что еще я могу сделать, чтобы ускорить свое самоисцеление? И здесь, когда вы будете сидеть с закрытыми глазами и думать об этом, Что еще я могу сделать для того, чтобы мое самоисцеление прошло быстрее? У вас будут, вам будут, ваше бессознательное будет подбрасывать какие-то картинки, образы, может быть звуки, ощущения. Я очень рекомендую к ним прислушаться и обратить внимание на то, какие подсказки вам ваше бессознательное подбрасывает. В моем случае, мне почему-то хочется солнышка. И то есть я понимаю, что мне наверное не хватает просто витамина D3. Мне надо больше бывать на открытом солнце. И я буду к этому своему внутреннему зову прислушиваться. Дорогие друзья, вот такая техника, вот такая стратегия. Я понимаю, что возможно это нелегко прям вот так вот в формате просто послушать и что-то сделать. Да, здесь нужно ставить видео на паузу, здесь нужно с бумажкой, нужно именно покопаться в себе, поопределять качество, вот качество вашей внутренней картинки. Но уверяю, техника 100% рабочая. И если она вам не поможет исцелить какую-то болезнь, то во всяком случае она может облегчить ее протекание. Потому что всегда надо быть реалистом. Допустим, если у вас какая-то там танзелит, к примеру, тот же, о котором я уже говорил, это одно. Вы можете ускорить. Но если у вас явно там сломана рука, конечно же вы проделав эту технику, свою руку не склеите. Для этого нужно время. Я вас уверяю, что я помогал одной женщине, у которой была шейка бедра сломана, восстанавливаться. И эта техника ей очень хорошо помогла, то есть ускорила выздоровление. То есть обычно люди долго восстанавливаются после этой, а она вот буквально за 3-4 месяца уже начала спокойно ходить. Поэтому, друзья, что я вам хочу сказать. Будьте здоровы. Напишите обязательно в комментариях, насколько было просто и доступно изложена техника. Если у вас есть какие-то вопросы, остались какие-то вопросы, обязательно их задавайте. Будьте здоровы. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. И делитесь этими видео со своими друзьями. Я думаю, что они приносят пользу не только вам, и будут приносить еще пользу вашим близким. На этом у меня сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok